Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» канал Якутия 24. С вами Пётр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red & Green. Со мной, как обычно, Семён Тарбахов. Семён, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла директор театра эстрады республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова Татьяна Чаранская. Татьяна, приветствую. Привет. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Спасибо, что нашли в своём плотном графике время, чтобы посетить нашу передачу. Спасибо, потому что я всегда забываю это сказать. И учитывая то, что у нас кулинарный проект, мы его называем «Кулинарное ток-шоу», с чем вы к нам сегодня пожаловали, что будем готовить? Так, готовить будем мы сегодня супчик, причём сырный супчик. Он очень простой в приготовлении. Для этого нам понадобится куриная грудка. Куриная грудка, давай мы покажем. Естественно, лук, морковка, картошка и, соответственно, плавленый сыр. Сыр? Да, плавленый. Всё. Обычный? Обычный. Почему выбор балл именно на это блюдо? Сразу вопрос. Это какая-то история есть или что? Любимое блюдо, может быть? Да. Ну, мне нравится этот супчик, и он у меня просто хорошо получается. И он очень простой и очень быстро готовится. Всё. И на самом деле я ленивый кулинар, я особо, скажем так, не любительница готовить. И готовлю я исключительно только тогда, когда ко мне приходят домой гости. Специально готовить? Да. Когда дети приходят. Ну, когда, естественно, дети, мы все вместе жили, да, естественно, я готовила каждый день, а потом дети уже выросли, разъехались. Вот. И я, получается, готовлю теперь только тогда, когда они приходят. Вы сказали, что вы ленивый кулинар. Можно так и сказать. И потому что я устала готовить. Воду поставим? Нет, воду не ставим. Нет. Мы сейчас выключим. Да, выключим. Всё по-другому всё делаем. Вначале мы чистим лук. Так? Пожалуйста. Вы можете доверить Семёну, потому что… Ага. Потом и морковку. Так как у нас карстрюля маленькая, мы готовим абсолютно только на двоих или на троих людей, да? Нормально. Ага. Потому что до этого были съёмки, ребята уже покушали. Да. Нормально. Мы, значит, это сильно много не будем. Обычно, если я готовлю, конечно, на, скажем, на большое количество людей, да? И здесь нам достаточно того, что будет у нас один лук. Вот здесь. А где? Вот здесь, да, вы можете сказать. Достаточно, мне кажется, на такую маленькую кастрюлю половинку… Морковки. Половинку морковки, да. Вот. И режем. Кубиками или соломкой? Кубиками. Обычно режем кубиками, да. Татьяна, у вас этот год особенный. Да, театр недавно… Ой, очень особенный. Да, особенный год, да. Театр недавно отметил юбилей 55-летний, да. Чем вы, как говорится, встречаете… Ну, весь этот год у нас уже посвящен нашему 55-летию, да, театра. Вот. И проходит у нас… целая декада прошла, кстати. У нас же сейчас очень много постановок и музыкальных, и концерты, и квартирники, скажем таки, камерные концерты, да. Сейчас в театре у нас еще и два ВИА ансамбля есть. Вот. Потом у нас еще и эксклюзивные спектакли, концерты проходят, да. Вот. Помимо этого у нас музыкальных спектаклей очень много. Естественно, сольные проекты наших артистов. Вот. Все это сюда замешиваем. Ага. Вот. В общем, живем интересно, гастролируем, естественно, по республике. Вот. В этом году, кстати, мы впервые приняли участие на театральном фестивале «Наурус», который проходит в Казани. Вот. Теперь можно включить прудку. И, значит, мы здесь немножко поджарим и потушим. Я это все делаю, значит, готовить отдельно там, да, жарить. А вот все здесь и потом дальше подожать. Да. То есть своя соляна. И на самом деле он немножко сложный, там что-то и шампиньоны можно добавить и так далее, да. А я буду готовить просто. И будет вкусно. Ну да. Это здорово. Этот супчик мы любим. Да. Ой. Ой. Аккуратно. Ага. И картошку, да. Слушайте, ну, немножко, конечно, давайте углубимся, Татьяна, в историю, да. Ага. Как вообще начиналась ваша трудовая деятельность, да? Многие знают вас как режиссера, правильно? Да. Да. Кто, скажем так, сделали себе имя именно режиссера? Ну, вообще, в детстве я думала, что есть только один режиссер на свете существует. Это кинорежиссер, да? Так. Так. Вот. Я не знала о существовании там… Режиссера Маслова. Маслова. Да. Режиссера театра. Театра. Ну, в смысле, драм. Драм, да. Да. Ну, как бы, режиссеры кино все равно, они основу изучают, да? Основу драмы, а потом становится уже… Ну, понятно, что схожие профессии, но они чуть-чуть отличаются. Ага. И я не знала, что это не мечта моей жизни была, да? Я была очень активной девочкой, да? Я была комсомолкой, да? Вот. И я бы, может быть, и работала бы в этой как бы сфере… Порторгом. Порторгом, да. В общем, я была очень активной пионеркой. Куриную водку? Да, сюда добавляем. Давайте. Да. И этот… Ну, а потом так получилось, что… Мне посоветовала Клара Лазеровна тогда. Еще вот… В общем, я ей очень благодарна по сей день. И предложила, короче, поехать туда поступать в колледж культуры наш здесь местный, да? Местный? Ага. Кольпросвет? Да, да. Нет, тогда уже назывался колледж культуры. А, уже колледж назывался? Да, уже колледж культуры, да. И искусств. Вот. Я поступила, значит, туда на режиссерское отделение. На режиссера театрализованных представлений поначалу, да? Да. Она изучает эстраду и массовые представления и так далее. Ну и все. А потом я закончила колледж культуры, поступила в Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств. Дальше, дальше пошла? Да, дальше пошла уже на повышение. Училась у великой Туяны Баиртуевны, да? И стала, ну, в итоге режиссером, да? Депланированным. То есть это была осознанная цель, осознанная мечта, ни с кем другим вы себя уже и не видели, когда получается? Ну да. Да? Ну круто, повезло. Ну так как я же была, вот говорила, что я, ну, уже была председателем Пиаерской организации, в консомоле побывала, да? Председали свои дружины? Да, да, да. Я тоже был. Ага, активно. Это, скажем так, организаторские способности. Его надо было как-то проявлять, да. В 90-е, когда я не стала пионерой, не стала комсомолой, естественно, куда энергию девать, все организовывать, что делать, и пошел, значит, давайте будем тогда праздники организовывать, да? Вот так и стала я режиссером. Так, значит, мы тушим, давайте мы сюда вернемся, да? Добавили соль. Добавили соль, да, потом грудку тоже поджарили и добавляем сюда в воду. В воду? Так. В водичке давайте я помогу. Ну, это на самом деле, конечно, в кастрюле надо готовить, да? Вот. Давай, 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 полный. Ну что, это же супчик должен быть, а не жаркое. Угу. Все, стоп. А, все, стоп. Хорошо. Все, и даем закипеть этой водичке. Можно огонь добавить? Самое первое свое мероприятие помните? Самое первое, это я сделала мисс МВД. Мисс МВД? Как вы работу эту нашли? Или работа сама пришла? Сама пришла работа, то есть они искали режиссера, который поставит им вот этот вот конкурс. Да, но вы вчерашняя выпускница. Вчерашняя выпускница, да. Ну, то есть они доверились вам. Каким образом? Вот, кстати, ага. Этот момент, да? Этот момент. Значит так, я же хотела после окончания устроиться, естественно, театр, потому что у меня режиссерское образование, я ходила, значит, там, Саха театр пошла. В резюме везде расширались. Да, везде, да-да-да, в Русский театр, да, но меня никуда не взяли. А, ну вот. Доверия не было, да, никуда меня не взяли. А Министерство внутренних дел мне доверили, представляете? Да. Они доверили, ну, видимо, наверное, из-за того, что в то время крутые режиссеры, может быть, много просили, да, а я так, как юный режиссер, там, да, может, я… Первый проявил. Да, мне надо было показать, проявить себя, да. Потом в итоге я с ними сработалась, в итоге все понравилось им. Да, кстати, пока вот это закипает, картошку мы пока не ложим, давайте сделаем бутерброды, да. Вот. Я вам передам хлеб. Ага. Значит, берем любой батон. Может, картошку уже закинем? А так можно? Да. А так можно? Да. Ну, давайте. Пока готовится. Шеф ошибаться не может. Да. А можно вы, я боюсь? Семен, помоги, пожалуйста, да. В 2003 году они решили организовать, открыть, вернее, культурный центр МВД. Угу. И меня пригласили туда. Я ушла туда… То есть они подумали, неплохо бы еще и культуре минтов научить? Да, да, да. А если можно, лук еще. Вот эти два лука надо порезать. Да? Порезать. Да, прям вот мелко, как вы умеете. Ага. Ага. И, значит, нам нужна будет отдельная мисочка, акации, да, потому что мы будем это все мешать. Перемешаем с яйцом, да, с солью и этим, как его, муку еще добавим. Что я говорила опять? Ну, вы пошли… А, ну, вот на этап, да. Представляете, я отслужила, я там порядка десяти лет. Вот, да. Набирались, скажем так, опыта. Да. И вот там у меня вот родилась идея сделать проект «Люди в погонах», вот. Причем он уже расширился, да, стал вот республиканский конкурс среди силовых структур, где принимали участие все люди, которые носят погоны. Значит, в 15-м году Алексей Алексеевич Егоров меня стал директором театра эстрады в 15-м году, да, и пригласил меня в качестве заместителя своего. Я отслушила лук и пошла к нему. Мечта сбылась. Ну, практически. Да, да. То, что вы хотели этим заниматься, да, 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 да. Ну, неспроста же это так. Скорее всего, вы даже не раздумывали, когда пришло предложение, сказали «Да, я согласна». Конечно. Конечно. Да. Ну, я про это и говорю. Ага. И причем работали очень хорошо вместе с Арконе. У нас был свой такой тандем, да. Как был здесь наша передача уже. Ага. У нас, вот этот, Уля Сергеевичева, да, Кунья. Вот мы все троем очень хорошо работали. Очень много тоже таких открытий. Вот при Арконе вот начали-то и создавать музыкальные спектакли. А потом вдруг Леша решил уйти. Поменять деятельность? Ага. И, конечно, я не хотела, чтобы он уходил, потому что мне было очень комфортно с ним работать на самом деле. Вот. Ну и потом, когда мужчина директор, а ты в зам всегда как-то под защитой, да. Вот. Человек творческий. Мы ладим, мы друг друга понимаем. Все было хорошо, замечательно. Он ушел уйти. Ну вдруг, бац, он решил уйти, да. Ну что делать? Да, по-моему, в Лене. Ага. И вот и говорит, да, в кинотеатре Лене. И он мне такое говорит. А кто будет директор? Ну давай, говорит, я твою кандидатуру предложу. И предложили министерству культуры мою кандидатуру. Угу. Потому что должность это назначаемая, получается. Конечно, да. Это не выборная. Нет, там как назначают, конечно, но ты все равно сдаешь экзамены. Все равно ты проходишь процедуру, естественно, целая там процедура. Потому что это как под министерством культуры, все проходишь проверку. Конечно, да. Проходишь проверку и сдаешь тестирование, экзамен на знание всех законов. Да. Вот. И, естественно… Это мука. Это мука. Ой, тут я вот, смотри, теперь с тобой разговариваю, а про А не то, что вы подумали, да. Значит так, мы делаем сейчас вот бутерброд луковый. 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 Да. Сырный суп, луковый бутерброд. Ага. Я думаю, что… Ты такое когда-нибудь делал? Такое? Да. Вот обе есть такие бутерброды. Есть, да? Ага. Ну, наверное, у вас там… Это вегетарианское, да? Вегетарианское, нет? Да. Наверное, кстати. Наверное, да? Потому что сыр, лук… Ну, тогда смотрите и учите. Хочешь сказать, а где мясо? Да. Ага. А мы потом проверим это, знаете, вот… Все, перемешиваем. Ага. Это может меньше делаться? А, нет, не может, да? Не может. Теперь сюда мы… Масло. Масло будем… Разогреваем. Разогреваем обязательно. Будем жарить. Так. И еще нам оказывается тарелка большая. Теперь сюда будем складывать. А? Нет. Смотрите. Сейчас она разогреется, да? Сейчас вот так вот берем… Вот так вот. А ты не будешь со мной дальше разговаривать? Я хотел вопрос задать, но я вижу, вы заняты. Ну, если вы, как Юлий Цезарь, можете выполнять сразу два или три, вопрос следующий, да. Аркен решил уйти. А, Аркен решил уйти, да. Мы дошли до того, как Аркен решил уйти, да. И… Аркен решил уйти, и я, значит… Начался конкурс, да. Вы прошли проверку. Да, я прошла проверку, я сдала все экзамены, и я победила, и стала директором. Все. Это было… Кандидатов было на два месяца, ну, четыре человека. Там… В каком году это было? Это было в восемнадцатом году. Что-нибудь сильно поменялось в вашей жизни, когда вы стали… …вроде были за маму… Да. Да, было страшно. Так. Ага. Потому что я же никогда не была… Было очень… Но, тем не менее, много чего мы за это время достигли. У нас перемен очень много. Мы же получили здание. Ну… Да. Переехали с переезда. Вот как раз в конце восемнадцатого года мы туда переехали. Потом начался ремонт. Потом, значит, мы восстанавливали, адаптировали все наши спектакли под нашу сцену уже. У нас же сцена такая, знаешь, маленькая, специфическая. Ну да. Специфическая. Да, да. Смотри. Надо, короче, осторожно. Осторожно взять. Еще… И мы жарить обязательно должны вот так вот. А, вот так даже? Мордой вниз. Вот так. Мордочкой вниз. Вот так. Поджариваем. Угу. Вы уже упомянули про музыкальные спектакли, которые у вас идут с большим успехом. Эркен – это вы начинали вместе, да? Вот именно про спектакль, который, ну, скажем так, самый популярный. «Юлеюхюгарь» Топтал. Да. По-якутски говоря, ну, это адаптация всем известного служебного романа. Да. На самом деле это изначально пьеса, которая называлась «Сослуживцы». Сослуживцы. Да. В 1971 году Ильдар Язанов со своим другом Эмилем Брагинским написали пьесу «Сослуживцы» в 1971 году. Да. Вот. Ее еще даже не родился. Да. И все, значит, московские театры, ленинградские театры стали ставить этот спектакль по его пьесе. Да. Кому-то этот спектакль, ну, нравились, они везде проходили с большим успехом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – И аппетитно, как говорится, видят. – Я пока отойду. – Спасибо. – Вы прямо сговорились раньше, я так полагаю. – А теперь, давай супчик доварим. Доварим? Ну, обязательно он же варится. А сейчас добавляю уже плавленый сыр. Так. Калорийно получится. Круто. Ага. Ну и что? Как ну и что? Это как раз. Я люблю. Калории? Ну и да. Должно же быть сытно и должно быть вкусно. И причем очень просто. И, значит, художественный руководитель наш, Мария Герасимова, мне года три тому назад предложила поставить эту пьесу. У нас в театре. Я такая говорю... Страшно, наверное, было? Конечно страшно. Я говорю, да ты что говорю, это же вообще классика Советского Союза вообще. Как можно улучшить идеальное? Да. Практически. Да. Как можно вообще руку поднять на такое-то, да? Нет. Потому что мы все прекрасно знаем Алису Фредлих, Алию Охиджакову, Олега Басеяшвили, Андрея Мехкова. Ну кто? Кто? Да. Я говорю, да что? Я говорю, да нас же закидают помидорами. Ой-ой-ой-ой, говорю, свят, свят. Нет-нет-нет. Он такой, ну Таня, пожалуйста, прочитай. Давай лучше Гамлет. Нет-нет-нет, я была абсолютно занята только хозяйством. Не прикалывайся. И мне вообще не было времени до творчества, когда при Аркёне я еще поставила чудный костюм же по Рэйо Брэдбери. Прям на всех канонах построенный по правилам мюзикла. Композитором тогда нашего спектакля являлся Егор Ефимов, может знаете его, да? Сейшн Клаб. Знаете? Ну в общем так, он написал великолепную музыку, песни. Англина Попова написала стихи. Ну, в общем, родились у нас так 13 песен. Вот. И состоялся вот такой вот спектакль замечательный, музыкальный, мюзикл, да? Вот. Это было еще, знаете, в 16-м году. Ага. Ну, видимо, спектакль потом как-то, можно сказать, умер. Потому что, ну, видимо, не в его время, да? Ну да. Ага. И не все знакомы с произведением Рэя Брэдбери, если это я знаю. Это как бы не зашло, может быть, да? Да, может быть. Не наше. Да, видимо, не наше. Наш или, ну, как-то вот. Хотя, знаете, ну, как-то я думаю, вот, если я люблю Рэя Брэдбери, я читаю, я ХМГ читаю, да? Да. А можно я расскажу историю про их, да? Да, можно. Да? История это очень хорошо. Ага. История, знаете, вот с этого вообще абсолютно не касаемо театра и так далее, никаких постановок. Значит так, ХМГ, да? Я не знаю вообще этого писателя. В детстве вообще. Мое любимое, мое любимое произведение «Старики моря». «Старики моря»? Вот. За сих пор. Подожди. Ага. Вот связано с этим «Стариком моря». Мне, наверное, лет, так скажем, там 12-13, может, 14, я не помню, на даче у бабушки. Ага. Мне сказали затопить печку. Я, значит, пошла топить эту почку, печку, там сказали книга лежит. Открываю. И начала, так это, читать. А там, а сзади, ага, начала читать. Уже вырвано. А там начало есть, да? Конца в середине нету. Я прочитала «Старика моря» и прям захлеб. И мне было так интересно, ну что же дальше, что же дальше? Поймал он эту рыбу или не поймал там, да? Ну, ага. И вот так я узнала про ХМГ, да? И стала бегать за этой книгой, искать эту книгу, да? А какую тогда вот время? Взяли и вот, думаю, печку, да? Представляете? Вот кому-то было неинтересно. И вот, значит, я забегала за этой книгой, искала, а то время было очень дефицитно, да? Я не знаю, как оно у нас оказалось на даче, почему его печку, но, видимо, и книжка-то была уже со сием старенькая, да, потрепанная такая была. Вот. И, представляете, я это произведение нашла только, наверное, вот уже в нулевых. Ну, то есть прочитала, да? То есть где-то там, скажем, в начале 80-х, да? Это я начала эту книгу. А дочитала там, ну, в конце 90-х, начало нулевых. Двадцать лет, двадцать лет, две декады. Ага. Вот. И вот этот вот, такое вот интересное, вообще, думаю, как... Я очень любила читать в то время, и очень много читала, да, все, ну, в молодости. Ну, со школьных, как бы, времени. И бегала за книгами. Ну, в нашем детстве это было одно из таких занятий. Да. Слава богу, не было смартфонов. Да, интернета не было, и мы все читали, да? Читали. Естественно, мы бегали, вот в старших классах уже, я там, ну, пьет, «Дети Арбата» было модно, да, там «Анатолий Рыбаков», там «Завтра была война Васильева», там бегала за этим. А потом я узнала про Пикуля Валентина, да, все, и влюбилась в Пикуля, уже в захлеб читала Пикуля. Ага, и знаю, и вообще я люблю вот эти все исторические истории, вот эти на реальных событиях, да, дописанные. И было какое-то вот время, я перешла, видимо, потом вдруг вспоминаю Хеменгуэ, и начинаю искать эту книгу, нахожу, дочитываю, да, и вот как в него влюбляюсь. Да, у этого писателя. И также я была наслышана о Фильджеральде, да. О Фильджеральде. Да, да, да. И думаю, ой, мне бы его почитать там, ой, мне бы там найти, там его там... Нашла, нашла вот это вот, да, читаю, вот, это история же Бенджамента Батта, которую мы знаем все, да, и, как его, Мгэсби. Да, Великий Гэсби, да. Да, 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 вот. А там они такие вот такие... Как оказалось, про любовь в конце. Ага, и главное, когда читаешь Фильджер, господи, такая... Я, прости господи, да, хочу сказать, что он меня ничем не удивил, он меня ничем не тронул, да. И хочу сказать, это просто у нас великолепные кинорежиссеры, которые вот из такого маленького рассказа, который практически материал, там даже ничего не описывается. Ну, возьмем нашего Чингиза Айтматова, допустим, да, как он описывает, и любовь описывает, и состояние души описывает, и природу описывает, и так далее. А у Фильджеральда этого практически ничего нету, да. Но какие фильмы зато поставлены на его рассказах. Работа режиссера, значит. Да, работа режиссера. И умение рассказать историю вроде как. Надо выключить. Татьяна, ну вот на фоне успеха вот этой постановки, служебный роман, да, как восприняли артисты театра вообще вот эту идею, и как им так удалось перевоплотиться? Потому что все-таки же они, ну, скажем так, ну, кажется, что вот артисты театра, они просто поют на сцене, и все. Спели две песни, ушли. Да. Как они восприняли вообще это? Конечно, в начале у них было непринятие, да. Они в начале... Как? Зачем? Да, зачем? Это что такое? Скорее всего. Да, зачем мы должны играть, да. И вот этот вот порядок, график, что надо репетировать и так далее. Очень много, наверное, уходит времени, эмоций, надо в роль вживаться и так далее. Читать, учить наизусть, знать своего героя, понять своего героя и правильно передать. Конечно, для них это было очень сложно, потому что они не проходили актерского мастерства, да, и они не работали конкретно там все пять лет, как актеры работают с режиссерами, например, да. Для них было, конечно, очень сложно, но когда они поняли, что это интересно и тоже имеет свой успех, да, и когда зритель стал на них уже смотреть как на драма артистов, а они сейчас уже дошли почти до профессионализма, вот. Им стало интересно этим заниматься самим, да, вот. И, знаете, вот потом я так смотрю на них, вот каждый год мы же ставим по спектаклю, выпускаем, да, я понимаю, а когда бы они еще проявили свои драматические таланты, да, и способности, где и когда. Да, если бы они, допустим, только пели, допустим, у нас вот Умсура, да, великолепная драма, актриса могла бы быть, но она у нас в театре себя проявила, да, сходите, посмотрите, вот у нас, кстати, премьера в этом году спектакля «Первый учитель» по Чингизу Айтматову, режиссер наш, наш гениальный, великий Сергей Потапов, он поставил в его постановке, вот. И в главных ролях у нас Умсура, вот, и Иван Константинов, молодой ему, тоже актер, вот. И, ну, где и как, а они, знаете, что у нас еще, это мы единственный театр у нас в республике, где работают уникальные артисты. Многостаночники. Да, они многогранны, они же еще и, получается, не просто вокалисты, артисты, да, они еще люди личные, они авторы еще своих исполнителей, да, у них свои песни, они музыку пишут, да, они играют, они играют, да, у них, значит, узнаваемые голоса, да, скажем так, узнаваемые, ну, у каждого индивидуального по-своему, естественно, да. Ты же музыку, радио включишь, и ты же не перепутаешь Умсуру с Доланой, допустим, да, ага, вот, и ты, да, разбираешься, вот, ну, точно так же ты Софиру Аптару по голосу не спутаешься, там, Салой Пугачевой, допустим, да, вот. И, там, Байбала, там, ты со Скалоном никогда не перепутаешь, то есть ты нас слухую, ты их знаешь, и вот эти вот, и знаем мы только как вокалистов, как певцов, да, а вот как драма артистов, допустим, да, вы не знаете их, да, то есть эти скрытые таланты, которые мы вытащили, да. Сейчас узнаем. Вот, допустим, Анатолий Горохов, который играет, у меня великолепно справился с ролью Новосельцева, Новосельцева, да, вот, также Ника, да, справилась с ролью Калугиной, да, вот. Ника еще и в сериале сыграла, между прочим. Да, да, это только прошлое. На фоне этого успеха, может быть. Да, 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 ну, или там они друг другу, наоборот, дополнили, да, 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 ага, вот я восхищаюсь и восторгаюсь вот нашими артистами, которые освоили вот это и ремесло, да, ремесло драм-артистов, будучи без... Вроде вокалистами. Да, будучи, то есть не имея образования драматического артиста. А что будет, если они такие, будут настолько сильно восторгованы и уйдут в театр другой? Какой, в другой? Драматический, сахатеатр, не знаю, там, мхат. Ну, я... Все-таки настолько уже крутые, все-таки разы разбежались. Я думаю, нет, они не уйдут. Ложки. Ложки. Так, ну что же. А тем временем? Да, тем временем у нас уже все готово. Наши, получается, бутерброды, такие тосты, да, сырный суп вы попробовали, вы уже довели в мое отсутствие. Сейчас нужно уже пробовать и подводить итоги. Да, ну, нам подсказывают, что время наше заканчивается потихоньку. А давайте вот доверимся шеф-повару, и мне очень интересно его мнение. Потому что я знаю, что вот такой супчик готовят очень... Ну, все по-разному. Вот, а у меня все просто. Я, кстати, не люблю специи. Я люблю натуральные. Что скажет? Хорошо. Хорошо, да. Спасибо. Хорошо. А давайте бутерброд теперь попробуем. А теперь бутерброд. А я попробую сам сейчас. Да, я, кстати, тоже попробую. Крустишь? Классика. Можно кушать же, правильно? Да, можно кушать. И нужно кушать. Да. Лучше кушать лук жареный, чем копченую колбасу. Да, согласен. Не могу задать вопрос, Татьяна. А вы попробовали? Да, я попробовал. Это классно. Классно? Нет, честно. Честно, классно. Спасибо. Я в глаза глаза смотрю, я не могу в глаза глаза смотреть и врать. Что поменялось в вашей жизни, когда вы стали директором? Ой, да все поменялось. Ой, ну, как бы, это, конечно, я очень люблю свой театр. Очень люблю. И этот театр стал для меня очень родным. Я с удовольствием иду на работу. Но в то же время директором быть очень ответственно. Понятно. И очень много ответственности на тебя ложится. Очень много требований. Тем более все люди творческие, как бы это не банально не звучало. Это необычный коллектив. Да, очень необычный и сложный коллектив. Где нужна еще... Но опять же, театр, они должны понять, что театр все-таки это коллектив. Коллектив это команда. Спектакль, бескомандная работа, он не может получиться. Если отсутствует хоть один человек, даже если он играет в эпизодах, то все, картинка вся ломается. И, естественно, это командная работа. Ни один директор без своей команды не может работать. Не так-то много и театров вообще по регионам в России. У нас, значит, есть Московский театр эстрады, где художественным руководителем Хазанов является. Я знаю. В Санкт-Петербурге есть театр эстрады имени Аркадия Райкина, народа Агальцев там главный. Есть Северо-Осетинский театр эстрады и Уральский театр эстрады, который находится в Екатеринбурге. И у нас в Екатеринбурге. И у нас в Екатеринбурге. Всего-то пять. Ага. И вот смотрите, правильность, допустим, на самом деле, вот то, что мы говорили, командная работа, труппа, во всех этих театрах идут музыкальные спектакли. И в репертуарах, и в афишах вот это вот. Конечно, там есть и бенефейцы. То есть специальный репертуарный план. Конечно. Потому что если мы имеем свое издание, пускай хоть любую сцену мы имеем, мы должны еженедельно выпускать свои показатели. Что-то, свой продукт. Да, конечно, обязательно. Пусть это будет ВИА-концерт, пусть это будет там проекты, Рэмку-то называется, у нас такие проекты были, да. Да, сольные концерты, пусть это будут спектакли там и так далее, и так далее. Вот. Но это наш, наша продукция, которую мы как бы предлагаем. Есть как бы спрос и, значит, есть предложение, да. А сейчас мы понимаем, что нашим зрителям очень хочется именно посещать вот эти вот музыкальные спектакли, тем они и наши артисты и интересны. Вот. И я считаю, что мы работаем в правильном направлении, да. Вот. При этом мы не забываем, что каждый наш артист, он индивидуальный артист. Самобытный. Да. У них есть тоже свой репертуар. У каждого артиста есть свой репертуар, да. Да, даже Умсура, там, та же Сайсарыко, Байбал, Аскалон Павлов, Василий Ремеев, да, это Ника, да. Они все имеют свой репертуар, да. Они все узнаваемые, да. И у них есть свои хиты. Можно сказать, классики уже. Да. Почти что, да. Ну, также мы еще и воспитываем молодежь, которая тоже скоро себя проявит. Либо, как говорится... А, знаете, что я забыла сказать. Я же начала рассказывать о том, что мы впервые в этом году, летом попали на Международный театральный фестиваль «Наурус», который проходит в Татарстане, в Казани. И мы там выступили с спектаклем «Уйбанчик», постановки Сергея Потапова, да, и оставили очень хорошее впечатление. После этого показа, первый, только вот единственный показ у нас там, первое участие, вернее, да. И нас вот приняли в Ассоциацию национальных театров. Это достижение для нашего театра. Большое достижение. Спасибо. А я не знал. Вот, представляете, мы в этом году, в конце, там очень много тоже документов надо было подготовить и так далее, да, но мы о себе заявили, а нас узнали, по России узнали, и нас приняли как национальный театр. Сказали, якуты-то, ого. Да, да, да. И у нас, естественно, стасус повысился. Это тоже достижение огромное. Вот, и учитывая, что вот я пожелаю на то, что вот будущее, что мы будем работать, но немножко перейдем, возможно, моя мечта – это перейти более на легкий жанр. Мы все-таки эстрада, да, если ставить, но я пока секрет, я не буду говорить, что… Хорошо, как говорится, Богу скажи, да, это… Да, 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 да. И я думаю, что мы осуществим те планы, к которым мы сейчас к этому двигаемся. Ну да, вы стали руководителем, да, практически вы менеджер, но я знаю, что вы еще и не забываете про свою предыдущую, вы же все равно режиссер, да, и знаю, что вы большим успехом провели летом на Спартакеаду адаптивного вида спорта в Амге. Да, да. Мне чуть-чуть я там попал, я даже посмотрел этот кусочек. Да, в этом году была удостоенная, была главным режиссером открытия и закрытия Спартакеады по адаптивным видам спорта, но там не только я была главным режиссером, там весь театр принимал участие, вот, и, в общем, достойно мы тоже выступили. Потому что мой брат был главным режиссером, он сказал, ну, говорит, ну, ура, вообще все клево. Амгинцы молодцы. Амгинцы, да, тоже понравились. Амгинцы вообще молодцы, они такие прям чукурушные, такие. Амгинцы, привет. Да, массовая, вся массовка, да, это же тоже не профессионалы все, но они приходили так прям дисциплинированно каждый день на репетиции, да, вот то, что мы по блокам там танцы, ну, какие-то картинки делали, да. Значит, ребята хотели, а не в приказном порядке, а то бы пришли, бы просто отработали бы и ушли, а тут как бы люди хотели. Нет, там, как бы, немножко патриотизм. А, ну, да, вот, тоже важно. За то, что вот наша Спартакеада, наша земля должна пройти достойно, поэтому они приходили. Им надо отдать должное. Ну, значит, и общий язык нашли, тоже важно. А режиссером, конечно, будет очень сложно, сложно быть директором, знаете, если вот режиссер все время кажется, что кричит, да? Ну, в первом впечатлении, да, а так и должно быть. А так и должно быть, потому что... Метод, куда пряника никто же не отменял, да, 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 ну, если такая, значит, чукурушная, которая кое-как говорит, и непонятно, чего ты хочешь, никто ее слушаться просто не будет. Тем более толпа. Поэтому приходится быть, наверное, суровой, и все, наверное... И крепкое словцо иногда, да, не помешает, наверное. Ну, если мужики не слушаются, то приходится, да. Мужики только так опонимают, к сожалению. Ясенько. Ну, все, нам подсказывают, что наше время потихоньку подходит к концу. Татьяна, спасибо большое за интерес. А можно я подарки вам подарю? Вау. Значит, театр-естрадос, да, у нее свой бренд. Абонемент на пушкинская карта? Нет, нет. Дайте угадаю. Пушкинская карта. Нет, нет. Это уж вы будете покупать билеты и приходить. Хорошо. Итак, значит, так, у нас же 55 лет, ну, как бы... 55 тысяч рублей в каждом году. И мы выпустили вот такие вот... Альбом? Календарь и же недельник. Подержи, пожалуйста, я покажу быстренько, да? Да, надо вот так вот, смотрите. Здесь будут фотографии наших спектаклей, как раз вот здесь первым стоит... Подержите, чтобы камера зафиксировала. Первый учитель, Плачингиза Атматова. А он такой своеобразный тем, что здесь вот Планинг, вы здесь можете уже писать свои события, да? Например, сегодня у нас какой октябрь? 31 октября. Вчера на съемках была. Съемки. Просто вкусно. Да, съемки. Вот здесь отмечаете. Вот. Я вам дарю. И там есть ручка и шоколадка. Ва-а-а! Да, это вам от нас, от театра. И мне два, спасибо. Нет, это один тебе, а один Эмилии. Да, нашему продюсеру. Спасибо вам. Да, Татьяна, еще раз спасибо большое за интересную беседу, за вкусное яство. Да, и у нас такая добрая традиция есть. В конце пожелания для наших телезрителей. Вот, пожалуйста, на эту камеру. Вот, на эту камеру. А, я всем желаю добра, мира, терпения и всего самого-самого хорошего. Спасибо. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была директор театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова, Татьяна Очеранская. Татьяна, еще раз спасибо вам большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, наша передача заканчивается. Будьте здоровы и кушайте, как и всегда, просто вкусно.